К другим темам. Ни вброд, ни вплавь. Кировчане активно жалуются на затопленные тротуары и непроезжие дороги. А чиновники отчитываются о подготовке ливневок к большой воде. О проблеме с потопами сюжет Евгении Бакиной. Карла Маркса, Павла Корчагина, Шинников. Список улиц, где есть большие лужи, можно перечислять долго. В соцсетях то и дело выкладывают фотографии потопов на улицах. В пору составлять водяную карту. Крик душим, стрижим. Вход в детский сад, дорога в школу, больницу. Как пройти? За что платим? Как должен ходить народ? Бабушки, дети и мамы с колясками. Этот ужас находится на улице Павла Корчагина, дом 215. Мы находимся на площади Левсия, а именно рядом с торговым центром Левсия. Здесь, где постоянно ходят люди, на тротуаре образовался настоящий пруд. Длина данной лужи достигает более 8 метров. Мы можем обратить внимание от фонарного столба и далее. Примерно в ширину от 4 до 5 метров. Пройти через эту лужу можно только двумя способами. Либо обойти, либо надеть резиновые сапоги. А все началось с маленькой ямки, рассказывает Татьяна Лебедева. Она живет здесь неподалеку и проходить через этот участок дороги вынуждена каждый день. Как отмечает женщина, теперь ямка не такая маленькая, как раньше. И обойти ее становится с каждым годом все сложнее. А как вот это вошло? Вот так вот. Того и гляди, что видите, вот заборчик тоже качается. А если у кого-то давление и что? И рушнет туда и в эту лужу. Недовольны таким потопом и другие жители города. Это вообще какое-то наказание. Никто не видит, что ли это? Кому надо это видеть? Наверное, что-то сделать с этим, обратиться к лату, чтобы наконец-то эти ямы заделали. С приходом весны лужи появились во всех районах города. Чтобы кировчанам не пришлось перепрыгивать водяные капканы, городские власти начали чистку ливневой канализации. За две недели подрядчикам предстоит проверить 2500 дождеприемных и смотровых колодцев. В первоочередной адреса подрядной организации состояли все заниженные места, то есть в спусках, подъемах и Ленина, и Карломарса. Сейчас специалисты отогревают дождеприемные решетки после зимы на улице Романа Ердякова. То есть в канализацию заливают горячие воды, чтобы растопить снег и лед. А вот на Московской коммунальщике осушают большую лужу. В целом на работу одного участка уходит от полчаса до пяти часов в зависимости от степени загрязненности, рассказал прораб Максим Егоров. Солянка забивается, которую мы высыпаем зимой, забивается в ливневую канализацию. То есть ее приходится очищать, постоянно откачивать. То есть в принципе это больше ничего. И это еще не начало весны, говорят кировчане. Люди надеются, что когда снег начнет таять во все, ливневки будут готовы к большой воде. Затопит ли город? Это весной мы обсудим с заместителем председателя законодательного собрания Кировской области у нас в студии Владимир Костин. Здравствуйте, спасибо, что пришли. Вначале скажите, как вы передвигаетесь по городу и тонете ли так же, как все жители? Разумеется, да. Я живу в Кирове, поэтому на машине ли, пешком ли грязь и на моих ботинках оседает тоже. Но мы сейчас за кадром обсуждали действительно такие ужасные, жуткие, грязные озера по всем тротуарам города. Что необходимо с ними делать? Да, ну вот та лужа большая, которая на Московской как будто бы сегодня была убрана. Да, коммунальщики приехали, они там воду убрали. Но очевидно снег тает так быстро, что одной машиной там не отделаться. И эту машину, кстати, я сегодня приезжал, видел. Но буквально там через часа, наверное, два, когда я возвращался вновь по этой же дороге, лужа образовалась, машины нет. Поэтому, ну, наверное, там просто откачивание воды. Не спасет ситуацию, да? Либо нужно круглосуточно просто стоять и откачивать воду. Откровенно, ключевой вопрос – отсутствие ливневок. Всего, по-моему, 68 километров у нас ливневой канализации, и это очень мало для нашего города. Строительство ливневок – это то, что должно быть в приоритете у городской администрации для сохранения дорог, для обеспечения чистоты на улицах. Ну, то есть вот ливневки решат сразу комплекс. А у вас нет такого ощущения дежавю? Каждую зиму мы боремся с вывозом снега, поднимаем эти вопросы актуально. А каждую весну на дорогах, вот в результате плохого вывоза снега, видим вот такую картину. И с года в год ситуация повторяется. Конечно же, да. И с года в год мы строим дороги, а их смывает по весне. Это все у нас происходит, безусловно. Но не решив проблему ливневой канализации, подчеркну и повторюсь, да, мы вечно будем говорить о том, что у нас снова стоит вода, снова появятся мемы в интернете, когда таксист проваливается под асфальт. Это комплекс проблем. Нет ливневки, стоит вода, разрушается асфальт, грязь. Общественники постоянно привлекают внимание к этой проблеме, проводят различные акции. Напомню, например, в чистых прудах проходила акция по таким вот лужам и озерам, ходил водолаз. Как вы считаете, эти меры эффективны, они влияют на что-то или нет? Да, на улице Украинской до сих пор стоит вода. Для привлечения внимания, безусловно, такие меры оказывают свое воздействие на администрацию, на городских чиновников. Но вот сегодняшний выезд, когда чиновники отчитываются и говорят, вот мы там осенизаторскую машину подогнали, это хорошо. Люди должны знать о том, что что-то делается. Но, повторюсь, если просто промывать эти 68 километров, а не строить новую ливневку, то, извините, мертвому припарку нужно ливневку строить. Если посмотреть на то, как этот вопрос движется, наверное, лет 5, может быть, 6 назад широко обсуждался вопрос строительства ливневой канализации. И строить... Тогда посчитали, да, что проект обойдется в 8 миллионов рублей. Это позже посчитали. Строить планировали на деньги, которые предполагалось получить от федерации на 650-летие города Кирова. Как раз через 6 лет. Да. Дождемся ли, не знаю. Но сейчас, откровенно, уже есть куда эти деньги потратить на другие цели. Это и западный обход Кирова, это и достройка водовода. То есть ливневки опять у нас отходят на второй план. То есть они пока не в приоритете получаются? Не в приоритете. Хотя надо отдать должное администрации, главе администрации. И Шульгину, он говорит о том, что ливневки мы все равно будем строить. И сам факт появления проектной документации, то есть вот те 8 миллионов, которые будут потрачены на разработку, на появление проекта, говорят о том, что администрация озаботилась. Такие строительства ливневок. Появится проект... Но это только стоимость проекта, а сколько вообще могут стоить все работы и откуда появится финансирование? Вы знаете, когда мы в свое время говорили о том, что кировские дороги хронически недофинансируются по части содержания и капитального ремонта, на тот момент глава управления благоустройства и транспорта, господин Симаков, не мог ответить, сколько денег нужно. То есть вот нам вроде бы как не хватает, но мы не знаем, сколько нужно. А возможно вообще посчитать? Когда будет проект, безусловно, в проекте будет прописано, сколько денег нам нужно на ливневку. Поэтому вот те 8 миллионов на проектную документацию мы точно потратим не зря. Ну и плюсом ко всему, если вот так вот забегать вперед, всегда там бытует мнение, что зачем делать проект, если нет, мы понимаем, что денег нет. У нас вот сейчас будут активно переселять людей из ветхого аварийного жилья по программе, которая действует. Вот федерация, ну вот по щелчку пальцев решила Кировской области выделить 800 миллионов. Я не исключаю, что там в следующем году вдруг появятся федеральные деньги, которые будет предложено потратить на городские нужды. А разве нельзя принять участие в различных федеральных программах, то есть не ждать вот этого чуда, когда вдруг на нашу проблему обратят внимание? Конечно же, об этом и нужно говорить. Другое дело, что мы сегодня скажем, не факт, что завтра мы деньги получим. Но если мы сегодня не скажем, мы точно завтра деньги не получим. Поэтому вот желание администрации посчитать, сколько нам надо денег на ливневку, говорит о том, что мы все-таки запускаем этот механизм, не зная, почему мы не делали предыдущие 10-15 лет. На ваш взгляд, самая проблемная зона в городе Кирове, это какие? Это центры города или абсолютно все даже новые микрорайоны? Их очень много. И по причине того, что ливневку забивает листьями, грязью, все наверняка помнят, как у нас у ботанического сада, там не пруды, там целые озера появляются, и там есть ливневка, ее нужно просто чистить. Это и упомянутая украинская, московская, на которой вроде бы не было проблем, напротив автосалона, вот сегодня там была гигантская лужа, просто ее объезжать была проблематична. Дата, снег, наверное, там через неделю мы уже не будем испытывать вот этих серьезных проблем, но пока даже пройти по тротуарам невозможно из-за воды. А какая ситуация в новых микрорайонах? Ведь вроде бы строят с чистого нуля, да? Вот как раз вот того водолаза, о котором мы с вами уже сегодня вспоминали, он и запущен-то был, чтобы поднять вопрос, мы строим микрорайоны, а там нет элементарных коммуникаций. Ну, не проще ли запланировать сразу при подводе тех же дорог на наличие ливневой канализации? Мы не будем переделывать. Строить всегда проще, чем переделывать. Поэтому вот при строительстве новых микрорайонов обязательно нужно учитывать, здесь опять же пас городской администрации. Надеюсь, они этот мяч поймают и распоряжаться нужным образом. Но жители города еще шутят, что у нас вятка на семи холмах, то есть это такой ландшафт неровный в любом случае, с этой проблемой нам не справиться. На шести, наверное, оврагах получается. Да, беда может быть и в этом, хотя, насколько мне известно, многие города построены на холмах, и в этом ничего страшного нет. При наличии коммуникаций испытывать сложности от рельефа мы точно не будем. Ну и вывоз снега плюсом ко всему. Так что комплекс проблем. Надеюсь, что в ближайшее время администрация их решит. Спасибо, что сегодня ответили на наши вопросы. Будем следить за этой темой. Напомню, у нас в гостях был Владимир Костин, заместитель председателя законодательного собрания Кировской области. Спасибо.